Когда мы говорим о беспилотнике, мы непроизвольно думаем о чем-то, что управляется пилотом, то есть о чем-то, что летает, там, самолет, вертолет. Мы думаем о том, чем управляет пилот. Хотя нужно понимать, что беспилотные транспортные средства, класс вот этих робототехнических систем это гораздо шире, чем, там, летающие роботы. Это могут быть и наземные системы, причем, опять же, всякие разные. Это могут быть, там, большие беспилотные фуры а-ля беспилотный КАМАЗ, это могут быть маленькие тележки на гусеницах, которые перевозят малые грузы. Беспилотники, они могут быть и на воде, различные беспилотные катера и даже под водой, то есть различные какие-то беспилотные подводные дроны для обследования, там, глубин океана. То есть беспилотник – это не обязательно то, что летает, беспилотник – это на земле, на воде, в воздухе. Возможно, такая путаница, она связана с тем, что в англоязычном термине нет слова «пилот», там это называется «unmanned vehicle». Веикл – транспортное средство, unmanned – без человека. Ну, по-русски бесчеловечные транспортные средства звучит не очень хорошо, хотя некоторые используют такой термин, можно встретить – безлюдные, без человека. У нас принято говорить как бы беспилотные. Это первый момент, на который хотелось бы обратить внимание. Второй момент, он как бы связан с первым, вот по поводу этого пилота. На самом деле не совсем понятно. Вот приведем, рассмотрим простейший пример, когда у нас есть некий квадрокоптер, популярная в последнее время тема, и, соответственно, он ведет какую-то съемку, видео, фото. Сейчас в 99,9% случаев, можно сказать, что им управляет на самом деле некий человек, тот же самый пилот. Просто он не находится непосредственно на или в этом беспилотном транспортном средстве. Получается такой дуализм, диалектика. То есть пилота вроде нет, но на самом деле он есть. И это тоже важно и нужно понимать. Это специалисты это точно понимают. Более того, сейчас даже в законодательстве многих стран вводится понятие внешнего пилота. В Соединенных Штатах это есть. У нас недавно приняли поправки в Воздушный кодекс, где однозначно определили, что вот если некий человек дистанционно управляет каким-то транспортным средством, то он все равно является пилотом. Хотя само транспортное средство при этом вроде как беспилотное или пилотное уже непонятно. Тут тоже нужно это все понимать и осознавать, когда мы говорим о вот этих робототехнических системах. И наконец, завершая, нужно сказать о таком важном свойстве этих транспортных средств, этих системах, как автономность. Вот беспилотность это не равно автономности, это не синоним. И собственно говоря, повышение степени автономности это то, к чему сейчас стремятся исследователи, разработчики, создатели, конструкторы вот этих транспортных средств. То есть, ну допустим, вот у нас есть тот же самый дрон. Мы вынесли пилота, то есть человека, убрали его непосредственно с этого дрона. Он стоит где-то в сторонке. Следующий шаг, мы хотим человека убрать из контруправления вообще. То есть заменить его некой системой управления, которая может стоять, а лучше будет стоять на самом этом беспилотнике, на самом дроне, который будет выполнять эти задания полностью в автономном режиме. Что это значит? Опять же, тут проще привести конкретный пример. Это такой образ светлого будущего, к которому мы стремимся, к которому мы на самом деле в течение, ну на мой взгляд, лет там 15-20 действительно дойдем. Вот представьте, что у нас есть много различных беспилотников. То есть гетерогенная группа, говоря таким более наукообразным языком. Гетерогенные, это означает, что они все разные. Они разные как по типу, там есть и летающие, и ползающие, и плавающие, и какие угодно. Так и по размерам, так и по назначениям. То есть кто-то быстро летает, но не умеет возить грузы, кто-то медленно ползет, но зато несет большой груз, кто-то умеет брать пробу почвы, кто-то умеет снимать видео, кто-то умеет устанавливать связь, кто-то умеет там общаться с человеком. Вот они все разнородные, их там 10, 100, я не знаю, там тысяча штук. И есть некий все-таки человек, который дает им высокоуровневое задание. Высокоуровневое задание это очень важно. То есть это значит, что он не говорит каждому из них конкретно, ты вот следуй туда по такой-то траектории, делай то-то. Он формулирует задание примерно следующим образом. Я хочу узнать обновленные оперативные данные по поводу строительства ведущегося за Синей горой в квадрате B92. Говорит это, причем желательно на человеческом языке. Они, эти беспилотники, должны осознать, понять вообще, что от них хотят, понять, что такое Синяя гора, что такое оперативная обстановка, они должны понимать, какие данные действительно хочет человек получить. После того, как они это поймут, они должны распределить задачи в своей этой группе. То есть кто-то там летит вперед на разведку, кто-то предпрывает, кто-то устанавливает связь, кто-то подлетает, это все дело снимает, загружает в базу данных. Потом это сравнивается с тем, что было до, чтобы действительно понять, а что изменилось. И вот эти изменения человеку обратно уже сообщаются, опять же, желательно по какому-то естественному каналу взаимодействия. То есть либо в виде там какого-то текстового отчета на естественном языке написанного, либо даже может быть какой-то речью, видеокартинкой и так далее. То есть вот это и есть вот тот самый высокий уровень автономности. То есть когда группа беспилотных транспортных средств способна решать достаточно сложные высокоуровневые задачи, поставленные человеку в автоматическом режиме. И для того, чтобы вот эти задачи решать, нам, конечно же, не обойтись без применения методов и моделей искусственного интеллекта. Сначала определим, где наш этот искусственный интеллект вообще в беспилотнике находится. Но, опять же, для примера возьмем самый популярный сейчас квадрокоптер, октокоптер, гексокоптер, неважно. Это достаточно сложная техническая система, робототехническая. И она состоит из того, что называется там железом и софтом. Железо — это вот корпус, пропеллеры, двигатели, собственно говоря, какие-то вычислители, датчики, камеры, ультразвуковые датчики и так далее. И из софта. Софт — это, собственно говоря, то управляющее программное обеспечение, которое зашито в бортовой вычислитель, и которое и управляет поведением этого беспилотника. Вот место искусственного интеллекта — это вот место вот этого софта. То есть речь идет об интеллектуальных системах управления. То есть система управления — это софт, который управляет беспилотником, интеллектуально — это такая система, которая может обеспечить решение задач, о которых я говорил раньше. Принято делить эти системы управления на несколько уровней. Они как кирпичики укладываются один на другой, и чем выше уровень, тем больше интеллектуальности. Значит, вот у нас в институте разрабатываются системы, состоящие из трех уровней, и в принципе это такой общепринятый стандарт сейчас. Нижний уровень называется реактивный, средний — тактический, верхний — стратегический. То есть на реактивном, если проводить аналогию, реактивный уровень — это что-то вроде рефлексов этого беспилотника, то есть это его способность стабилизироваться после того, как его сдует ветром, возвращаться в заданную точку, лететь по заданной траектории. То есть это некоторая возможность следовать по заданной траектории. Заданную траекторию ему сообщает тактический уровень. Это вот уровень, ответственный за решение навигационных задач. Это построение карты местности, уточнение, планирование траектории и так далее. И стратегический уровень — это такой наиболее интеллектуальный уровень. Это уровень, ответственный за коммуникацию между, соответственно, членами нашей группы беспилотников, за составление плана поведения, то есть не плана перемещения, а плана действий, что нужно сделать. За распределение задач в коалиции, как я уже сказал, и так далее. Вот на каждом из этих уровней, в принципе, есть место методам и моделям искусственного интеллекта. Но, естественно, чем выше уровень, тем их больше. Ну, рассмотрим, например, тактический уровень. Просто я им непосредственно занимаюсь и много могу про это рассказать. На нем вот решаются навигационные задачи, то есть картирование, локализация и планирование. Что здесь происходит? Ну, здесь происходит обработка, на каждом уровне это происходит, но и здесь тоже обработка информации от датчиков, входящей информации, соответственно, какое-то построение какой-то модели и выработка рекомендаций. В данном случае это траектория, которая передается на реактивный уровень управления. Здесь используются методы, которые носят название Simultaneous Location and Mapping. Это методы одновременного картирования и локализации. Если мы говорим про дроны, то это в основном по видеоданным. То есть здесь используются все возможные алгоритмы компьютерной графики, методы распознавания образов и так далее. Это нам нужно для того, чтобы построить карту окружающего пространства, понять, где мы есть. Для того, чтобы спланировать траекторию, используются различные алгоритмы эвристического поиска. Это вообще такой классический способ решать задачи в искусственный интеллект. Это рассматривать любую задачу как задачу эвристического поиска в пространстве состояний. Вот планирование траектории таким образом и осуществляется. Очень много также используется различных методов и алгоритмов машинного обучения, которое тоже сейчас очень популярное направление в рамках искусственного интеллекта. Оно используется для подстройки в основном. Ну, приведу пример. Вот сейчас мы очень, допустим, хорошо научились планировать траекторию и строить карту при определенных условиях. Например, зимой, когда есть снег, когда, допустим, светлое время суток и так далее. Вот по-хорошему нам нужно уметь подстраивать наш алгоритм потом, чтобы он работал и летом, и осенью, когда все желтое, а не белое, и когда там сумерки. И это сделать не так просто. И чтобы вот эти вот подстройки производить, причем желательно это делать на лету, используются различные алгоритмы там машинного обучения, это и нейронные сети, и сверточные нейронные сети, которые сейчас очень популярны. И так далее. И вот если рассмотреть, я только чуть-чуть затронул, да, вот этот средний уровень управления, но если посмотреть на каждый из них, то на каждом из них на самом деле используется целый арсенал методов и моделей искусственного интеллекта. И задача состоит еще просто не в том, чтобы отдельные кусочки вот этого, этой картины сложить, но собрать его как пазл, чтобы эти все методы были между собой взаимосвязаны и взаимоувязаны, и действительно работали, трудились над выполнением вот этой общей задачи. И это, конечно же, очень сложно, потому что нам нужно, во-первых, большой объем работы, провести, разработав каждый отдельный метод, а во-вторых, связать их вот в эту единую интеллектуальную систему управления. Но когда, если мы научимся это делать, то тот образ светлого будущего, который я рисовал, когда группа беспилотников сама понимает, общается с человеком и знает, что от них хочет этот человек, выполняет это задание, вот этот образ будущего, он станет реальностью. Продолжение следует...